А мы с вами продолжаем со следующим конкурсом. Я еще восхищаюсь. Да, конечно. Восхищаюсь. Команда номер пять. Десять из пятнадцати языков назвали правильно. Команда слухачей, можно сказать, либо музыканты все. Потому что у остальных средний балл угаданных языков это пять. У кого-то четыре, у кого-то шесть. То есть у них десять в два раза больше, чем у остальных. Это раз. И промежуточные итоги. Пока мы проверяем ваш последний конкурс. Значит, не имей сто друзей. Месяцом словаре. Ты уже называла или нет еще? Называла. Значит, по общему количеству баллов на данный момент. Команда номер один идет впереди, лидирует. Сорок три с половиной балла. На втором месте команда номер пять. Тридцать три балла. И на третьем месте команда номер два. Двадцать семь целых один десятый балла. Ну, на самом деле, сейчас все впереди еще вот с ошибками и со следующими конкурсами. Дорогие переводчики, дорогие лингвисты, мы просим вас вспомнить, что у нас есть коммуникация вербальная, есть коммуникация невербальная и есть коммуникация паравербальная. Вот сейчас будет проведен конкурс, в основе которого как раз и лежит наша паравербальная коммуникация. Буквально полусекунды я вам объясню, что за конкурс, вы все так или иначе лингвисты, переводчики вам когда-то придете переводить, и всегда случается тот момент, когда вы не знаете, как это сказать, и тогда подключается как раз на самую паравербальную коммуникацию, когда вы говорите «Э-У-ДУ-ДЭ» и показываете рукой. Конкурс именно на это. Сейчас я попрошу по одному представителю от каждой команды подойти ко мне и вытянуть маленькую бумажку. Сейчас, подождите, сейчас, не идите, не идите, сейчас я все это раскрою. У вас будет 2-3 минуты на то, чтобы ознакомиться с текстом. Текст – это примерно как у нас первое задание было, это детские стихи и песни, известные точно каждым из вас. Ваша задача – подумать, как вы этот текст можете показать руками, головами, в общем, сделать такой стурный перевод, используя звуки, но не используя слова. И, как вы понимаете, сейчас мы все играли командами, по сути, друг против друга, сейчас же, как вы все переводчики, без помощи своих коллег ничего не сделают, так вот, ваша задача – показать этот текст так, чтобы другие команды могли угадать. Обращение тем, кто будет смотреть, как команды это выполняют, старайтесь помочь им получить этот балл, старайтесь угадать. Если вы не угадываете, придется просить жули. А сейчас прошу, что-то каждого по представителю от команды подойти и вытянуть текст. Так, все получили текст? Нет еще? Команда номер два? Вы должны обязательно показать именно эти строчки, но чтобы именно это художественное произведение другие команды угадали.